Добрый день, дорогие друзья! На библейский портал «Экзегет» пришел следующий вопрос. Почему крестным нельзя жениться друг на друге? В чем причина запрета? Не совсем понятно, кто имеется здесь в виду, поэтому сейчас расскажем о всех. Естественно, запрещено крестному отцу жениться на своей восприемнице. Крестной матери выходить замуж за крестника. Потому что здесь взаимоотношения матери и сына духовной матери, духовного сына, духовного отца, духовной дочери. А духовное родство ценится выше, чем физическое. Или, во всяком случае, на одном и том же уровне. И пока, говорит Господь, кто не родится от воды и духа, тот не сможет выйти в Царство Божие. Здесь мы видим рождение от воды и духа. Это духовное родство остается навсегда. Но это духовное родство возникает и между тобой, крестным отцом, и родителями этого ребенка. И 53 правило 6 Вселенского Собора говорит совершенно прямо о том, что те, кто воспринимает детей от святого и спасительного крещения, не может вступать в брачное сожительство с их родителями в случае смерти их супруга. Если такой брак будет замечен, он должен быть упразднен. А супруги, если даже упорствуют в этом, подвергнуты эпидемии любодействующих. Так что лучше, друзья мои, против правил Вселенских Соборов не протестовать и их слушать. Что же касается крестной пары? Тут немножко проще ситуация. Учитывая то, что несколько лет назад даже Священный Собор Русско-Православной Церкви, Священный Синод, издал особое правило, согласно которому пара крестных, если они не были мужем и женой до того, как стали крестными, хотят создать семью, могут жениться друг на друге по благословению правящего архиерея. Понятно, да, ситуация? Не между восприемником и восприемницей, не между крестным отцом и матерью восприемника или восприемницей, а крестной парой. Логика какая? Исходя из древнейших правил, крестным нужен только один. Однополый с ребенком. Он является этим поручителем за духовное воспитание этого мальчика или девочки. А второй просто по аналогии. Как двое родителей есть у ребенка, так и пусть будет двое духовных родителей у этого мальчика или девочки. Вдруг кто-то умрет или уедет куда-нибудь. Уж наверняка второй останется, будет помогать. Но на самом деле самый главный и самый первый и самый правильный крестный это однополый с ребенком. Исходя из такого соображения, исходя из того, что второй крестный нужен больше для симметрии и как поручитель поручителя, между ними может быть заключен брачный союз. Аминь. И Богу слава. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok